Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня в обзоре посылка с интернет-магазина Фиора. Заказала прозрачные типсы, в работе мастера без них никак. Стандартный набор, 50 штук на кольце. Цена очень приятная, кстати. Апельсиновые палочки. Просто необходимый расходник. Им я привыкла отодвигать кутикулу. Апельсиновая палочка делает это очень деликатно и справляется там, где не всегда справляется пушер. Ну и выкладка полигеля. Палочка удобно убирает мелкие затеки и еще много чего, где выручает этот инструмент. В наборе 100 штук. Ну и фирменная коробочка с итальянскими материалами. Каучуковая база и топ без липкого слоя. Это мои фавориты у Фиоры. Также взяла гель-паутинку. Я брала черную и белую раньше. Мне они очень понравились по консистенции, по эластичности свойств материала. Решила и другие оттенки заказать. Не знаю, как описать оттенок. Что-то среднее между золотом и серебром. Лично мне она напоминает паутину, которая летает весной. Очень красиво мерцает. Смотрите, какой простой, но прикольный получился дизайн. Это желтого цвета гель-паутинка. Очень хорошо тянется, без комочков. Капельки на нити не собираются и нити не рвутся. Напомню, что у цветных гель-лаков Фиора есть два объема. 8 и 12 мл. Соответственно, чем меньше объем, тем меньше цена. Это очень удобно. Если у вас небольшой клиентопоток или вы только планируете начинать работать мастером маникюра, конечно, целесообразнее и бюджетнее будет брать объем поменьше. Ну а на большой клиентопоток и ходовые оттенки логичные брать объем побольше. Я постоянно пополняю свою коллекцию этих гель-лаков, так как гель-лаки Фиоры лучшие в данном сегменте. Их плотность, укрывистость и консистенция лично меня полностью устраивают. А огромная палитра цветов удовлетворит любой вкус, как мастера, так и клиента. В основном все оттенки в палитре плотные и хорошо пигментированы. Но, конечно же, встречаются и полупрозрачные оттенки. В основном это те оттенки, у которых нет белого пигмента. Чистый цвет дает полупрозрачность. Но они таковыми и задуманы, так как оттенки без белого пигмента особенно красивые и глубокие. На продукцию производитель дает гарантию. Вся продукция сертифицирована, а в этом есть вся необходимая документация. Также, кто не знал, можно бесплатно протестировать материал. Ссылочку на сайт Фиора оставлю в описании под видео. Так вот, заходите на сайт, заказывайте любую продукцию и в комментарии к заказу пишите «Нужен пробник». И вам совершенно бесплатно положат пробник в посылку. А при заказе на сумму от 2500 рублей еще и доставка по Российской Федерации будет бесплатной. Так что, если хотите, чтобы у вас получился идеальный маникюр, сделайте его материалами Фиора, как это делают профи. Еще заказала масло для кутикулы. Обязательная вещь, в конце маникюра всегда увлажняем кутикулу после работы с ней маслом. Мне очень нравится, когда есть пипетка, кистью нужно дотрагиваться до кожи. А пипеткой это делать не обязательно, можно упустить капельку и дальше уже распределять ее по коже. Так что, я всегда беру масло для кутикулы с пипеткой. Напоминаю, ссылку на официальный сайт Фиора оставлю для вас в описании под видео. А я перехожу к своей работе. Здесь покрытие 4 недели. Вот такой яркий маникюр был. Это моя работа, видео есть на канале, ссылочка будет в описании. Яркий маникюр достаточно примелькался моей клиентке, сегодня она хочет что-то поспокойнее. Все замечательно относилось, но покрытие отросло и требует коррекции. Так что, снимаю старый материал. Вернее, сначала убираю длину. Ногти на указательных пальцах у клиентки немного клюют. Поэтому я убираю сначала длину, потом снимаю старый материал, поглядывая на ноготь сбоку. Стараюсь оставить ровную поверхность. То есть, на торце я до натурального ногтя не допиливаюсь. Там остается толщина, которую нужно будет потом убрать фрезой вместе с натуральным клюющим ногтем. Девушка писала мне в комментарии, что нельзя убирать длину, не истанчив материал. Якобы фреза бьет ноготь. Если фрезу правильно поставить и правильно, не спеша вести ее, то ничего она не бьет. У меня ни разу не бьет. Но даже если это и произойдет, после этого комментария я себе представила, что да, возможно, такое может быть. Мастер же контролирует движение фрезы. И если только замечает, что фреза начинает бить, сразу прекращает свое действие. Что мешает мастеру остановиться. Поэтому говорить категорически, что нельзя сначала убирать длину, а потом снимать материал, я думаю, неправильно. Далее пилочкой придаю форму свободному краю. Залужаю, смотря на ноготь сверху. По очереди я пиливаю то с левой, то с правой стороны. Если опиливать сначала одну сторону, а потом вторую, можно перепилить и потом трудно будет выровнять форму. Далее пилку ставлю под ноготь и от точек в роста опиливаю, выравниваю нижнюю линию. Обязательно нужно смотреть, что пилите. Иначе также можно испортить форму и потом пилкой будет невозможно исправить. Нужно будет достраивать недостающие части полигеля. Обязательно прохожу по поверхности. Убираю глянец, отрошу части ногтевой пластины. Дальше скошенные части апельсиновой палочки отодвигаю кутикулу и открываю подкутикульный карман. Здесь очень маленький подкутикульный карман и очень близко расположены капилляры. Призас острым носиком ранит, а вот красное пламя с тупым носиком аккуратно и деликатно работает. Вот эти заусенчики в синусах особенно опасны на этих руках. Вроде обычный сухой заусенец, но пытаюсь его достать и кровь. Так что работаю с ними особенно аккуратно и на пониженной скорости, где-то 10-12 тысяч. Продолжение следует... На подготовленные ногти наношу праймер. На ногтях, где будет дизайн, укрепление выполняю прозрачной каучуковой базой Фиора. База средней консистенции, очень приятная в работе и отлично самовыравнивается. Этой базой я училась делать выравнивание. Приятно работать качественными материалами. Сначала прокрашиваю базой всю поверхность ногтя. Теперь ставлю каплю в зоне апекса. Эта наивысшая точка находится примерно на 3-4 мм ниже кутикулы, но нужно понимать, что все индивидуально. Именно на этих ногтях апекс находится на 3-4 мм ниже кутикулы. Получился небольшой затек. Он очень легко и без следов убирается апельсиновой палочкой. Конечно, при условии чистого маникюра. Если под кутикулой осталась какая-то махрушка или пыль, затек не убрать. Ногти, где будет дизайн, укрепляю камуфлирующей базой. Выбрали номер 10-12. Действия те же, что и с прозрачной базой. Единственное отличие, камуфлирующая база мне показалась чуть жиже, чем каучуковая прозрачная. Поэтому камуфлирующая база быстрее растекается, соответственно и работать нужно быстрее. Зато есть плюс, выравнивается она также намного быстрее. Выбрали этот оттенок в качестве основного цвета. На втором слое хорошо везде прокрашиваю, выравниваю оттенок и линию кутикулы. Для дизайна нужен коричневый цвет и база. Подмешиваю цвет в базу. Присую полупрозрачные листья. Чистый коричневый наношу у основания, немного раздушевываю. Теперь нужен оттенок, который наносила на ногти без дизайна. Рисую этим гель-лаком еще листья. Осталось черной гель-краской нарисовать веточку, соединить с ней листья и обвести их. Субтитры делал DimaTorzok Теперь перекрываю все ногти топом. Я использую топ без липкого слоя. Не забываем порадовать кутикулу после маникюра маслом. Удобно, что пипеткой не нужно дотрагиваться до кожи. Я обычно увлажняю маслом уже после фото и видео с результатом. Кожа с маслом не очень красиво блестит потом на фото. Сейчас я это делаю до съемок, поэтому излишки стараюсь убрать сухой салфеткой, чтобы кожа не блестела. Работа окончена. Вот такой теплый и уютный осенний дизайн у нас получился. Кленка говорит, что радует глаз по сравнению с предыдущим ярким. Ну а я рада, что ей понравилось. Надеюсь и вам понравилось видео. Если это так, жду от вас лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди много интересных видео, много интересных и пошаговых дизайнов. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня.